Таджики принимают участие в массовом флэш-мобе против запрета хиджаба. Узбекистан. Власти начали критиковать политику Каримова. В Египте презентовали очередную книгу Рахмона. В таджикском сегменте соцсетей в эти дни развернута флэш-моб-компания в защиту хиджаба и исламского женского одеяния. Компания проходит под лозунгом «Не оставайся равнодушным». За несколько дней уже опубликовано более сотни видеообращений со стороны обычных граждан, где они высказываются в защиту хиджаба как одного из главных исламских предписаний. Я не понимаю, почему они хотят это сделать. Я горжусь тем, что я ношу хиджаб. Также в видеозаписях люди высказывают свое несогласие и осуждение в адрес режима в Таджикистане за решение разработать законопроект, запрещающий женщинам в хиджабе и сатре, вход в учреждения, предприятия и организации, независим от их форм собственности. Напомним, что в начале декабря для разработки подобного законопроекта была создана рабочая группа. Представитель Национального центра законодательства 14 декабря в беседе с радио Зади рассказал, что межведомственная рабочая группа была создана в соответствии с распоряжением президентской администрации на основании предложения комитета по делам женщин о запрете входа женщин и девушек с сатром и хиджабом во все учреждения, организации и предприятия, независимо от их форм собственности. Примечательно, что к флешмобу с каждым днем присоединяются все новые участники и компания набирает обороты. В основном видеопубликации делают молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Они проявляют свою озабоченность в связи с войной, объявленной исламу, режимом Рахмона в Таджикистане. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал политику бывшего президента Ислама Каримова. Эта критика была озвучена Ариповым во время докладов в Комитете женщин в ходе отчетно-выборной конференции в Ташкенте 22 декабря, пишет CentralAsian.org. Премьер признал, что правительство Узбекистана до сих пор не уделяло достаточного внимания трудоустройству женщин. Во время правления Каримова правительство сообщало, что ежегодно создаются около 1 миллиона рабочих мест. Однако, по словам министра, в эпоху Каримова некоторые финансисты делили 1 штат на 3 или 4 штата. Делили на 4, 8 штатов, выплачивая зарплаты по 10 тысяч, 20 тысяч. 1,2 доллара, 1,4 доллара. В итоге, 8 рабочих мест в списке. Все на бумаге. Так не должно быть, добавил Арипов. Наблюдатели отмечают, что привычка критиковать предыдущего тирана и постоянно подчеркивать свои преимущества над ним стала характерной для каждого нового правителя в диктаторских режимах Центральной Азии. Таким образом, каждый новый диктатор сначала зарабатывает народную любовь, ослабляя гайки, а после, будучи уверенным в своей власти, закручивает гайки, причем порой значительно сильнее прежнего диктатора. Книгу Рахмона «Таджики в зеркале истории» презентовали на египетском телеканале CBC Extra News, сообщает Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. По сообщению Пресс-службы, книга «Таджики в зеркале истории» была издана в Каире на арабском языке в четырех томах. 25 декабря 2018 года в программе «Это утро» египетского телеканала CBC Extra News была презентована книга лидера нации Мамали Рахмона. Книга была представлена телезрителям во время прямого интервью посла Таджикистана в Египте Хусрава Назири, ведущей программы Асме Мустафа, говорится в сообщении. Эксперты объясняют это неординарное событие тем, что таким образом таджикские чиновники проявляют изобретательность в желании заслужить довольство Рахмона. Это уже далеко не первая книга, якобы написанная Рахмоном, или о Рахмоне, переведенная на иностранные языки и презентованная за рубежом. Напомним, что летом текущего года заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирхаджи сравнил президента Рахмона с пророком Исой, мир ему. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова